дальше агротехника назовем это будет серия за номером 2 вот ну смотрите сюда значит к сожалению моему великому я не могу это мне бы дорого стоило если бы я вот эти фильмы украшал дополнительно фотографии когда-то давно сотрудничая с одним товарищем по имени андрей я выложил за 200 с лишним фильмов которые он монтировал но со многими фотографиями для наглядности 200 тысяч вот вы их смотрите бесплатно а платил я вот я ни на что не намекаю и сейчас мне приходится хоть немного но платить но зато я уже не требую а те кто мне помогает чтобы они вставляли фотографии как бы не напрягались и лишнюю работу не делали а если бы я мог ставить фотографии как бы это выглядело вот смотрите пусть это будет умозрительно пусть это будет виртуально представим себе весна прадопрошлого года сюда привозится одна тележка земли так эта земля была высыпана виде холма фотографии есть и по поверег я положил маленький скромный саженец абрикоса ничем не выдающийся на тот момент потому что он был где-то около метра еще отрезал это третью часть корни целые но скромные все очень скромно было и я снимал фильм кто-то помнит может его я вы к я это земля бралась отсюда смотрите видите то есть наполнить тележку в полминуты привести высыпать и сделать маленькую ямку в центре маленькую размером с лопату еще полминуты это все на фотографиях и в кине кино вот и потом это было посажено рядом видели на фотографии лейка рядом стоит полито . ну понятно обрезана было теперь мы смотрим сюда друзья что получилось что получилось и так вот это было первое саженец начал расти проходит год смотрите это было сделано еще сразу плите она довольно мелкая то есть увеличился штамп уже позже а поначалу тут было отрезано проходит второй год вот это уже второй год и уже черенки брались на прививку так кстати спросите меня а что это за сорт я же без память не живу внимание 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 так что тут написано а академик пианиста вот у вот кому-то повезет 120 грамм плоды представляете но я пианисту 200 тысяч за щенки заплатил честное слово без обмана вот и сейчас вы со мной будете деньгами делиться ведь кому-то это тоже достанется ведь мне же поневоле обрезать придется сейчас объясню почему вот извините за долгий разговор значит вот это второй год пошел вот уже два щенка срезал внимание вот сейчас покажу вот здесь было видели где была обрезана вот здесь вот так и вот это вот пошел внимание третий год третий год вот отсюда внимание не вот отсюда где вот эти веточки они летом появились теперь давайте смотреть что ну грешен была дико засуха но раза два это то рядом раза два-три поливал вот это с поливом называется потому что уже вот те вон они абрикосы он кстати видели просто какие вы даже отсюда видно метровой просто видели вот прямо перед вами за этим за в общем за теперь давайте посмотрим что получилось на третий год правда с тремя поливами или двумя или стремя вот отсюда пошел побег внимание вот на этой высоте на высоте выше мне не хватило роста вон 100 сантиметров вон 128 вся палка длина 128 вот на этой высоте примерно 95 98 сантиметров это для наглядности повесил тряпочку теперь отходим назад и любуемся чем любуемся вот это прирост а я сейчас объясню почему я все это показываю потому что вы все это не просто сказать вот я какой крутой и так вот оттуда где начинается основание той линейки 128 и прибавьте еще 128 получится 256 в общем самое малое 200 самое мало 2 метра 50 сантиметров теперь головная боль смотрите я должен оставлять примерно тут между почками расстояние довольно прилично почему ну как бы вытянулся вот почка вторая 3 4 5 а это все еще почки вот эти спящие вот если вот здесь отрежу вот здесь вот примерно вот здесь пойдет вот так же вот как здесь видели вот это мое искусство одно отрезал три получил вот те кто занимается дурью без всякого иронии говорю настоящей дурью когда говорят отрезаем одну треть веток отрезаем 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 вот это называется у них осветление на самом деле идет загущение вот она загущение ничего не придумал смотрите и здесь вот когда отрежу будет тоже самое теперь мне упала вот это вот вот она видите раз упала давайте на нее еще раз посмотрим без обмана 128 это линейка елена сана савинич это я подарил она ее видите как украсила теперь эта линейка научная мы мере 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 так теперь получается что если отсюда мы отрезать теперь вот это должно идти на прививку очень толстая только для умельцев если вот эту часть несколько почек умудрится привык скажем капулировкой лучшую капулировку что будет вырастает деревья два с половиной метров с десятком двумя скелетных веток и тысячами цветочек почек это искусство было только мое и может быть на всю страну еще несколько человек умение делать косой срез вот на таких вот а поверьте это не шутки это примерно это очень очень то 10 целый сантиметр по моему вот вот это есть умение вот то есть кому-то эта ветка достанется уже учитывая что это уникальность сорта образец академик именно пианиста так кому-то это достанется вот самое главное что если кто-то занимался окулировкой тут я конечно пасую тем что я этого никогда не делал и делать не собираюсь но сколько почек там наверно можно сделать добрую сотню саженцев если каждую почку отдельно использовать но это так это я вам не говорил вот средненькая выглядит так если вот это очень толстая напряг то соседние вот она вот это уже чуть толще карандаша вот это уже прекрасно вот таких получается уже не два с половиной метра такой штамп за один год и это и полный скелет а получается где-то до двух метров вот вот такую если полтора метра получается что интересно я раньше думал не замечал но когда у меня саженцы вырастали такие что я не знал как их потом погрузить чью-то машину даже наполовину обрезать подгоняли специально микроавтобусы с дикой по пол крона отрезаешь ни в один жигуль не влазила те времена когда только жигули были и вот получается так еще раз прирост два с половиной метра так вот и возможность никогда его не поливать начинаю ну скажем со второго года если бы я не поливал ну вот допустим вот вот до этого ну тут покороче видите да метр полтора вот пойдемте еще ладно немного времени осталось я же все пропалив хотя все время перескакиваю да на нем на нем еще я покажу все таки еще раз там где засушливые места многие жалуются вот а так хочется иметь роскошные счастливы видели чернослив у меня вот смотрите вот это вот мумифицированный чернослив вот те которые были целенькие забрал на косточке так обратите внимание вот он пошел вот это прививка в расщеп но это же учеба одна пошла прекрасно 2 не пошла 2 мертвая ничего страшного она залито умудрилась стать вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой видели ну пусть тут за два года второй год начинается отсюда примерно до так полтора метра но метр двадцать вот это все прекрасно существует на абрикос что надо делать дальше надо брать вот эти ветки раз два три вот они четыре вот и считать их особыми для прививок не на сливы так еще раз говорю это венгерка вот доказательства видите это венгерка вот и скрывать не на сливы а на абрикосы в засушенных местах что я должен делать я их должен отдельно срезать и отдельно иметь где-то в каталоге вот а может просто так заначка для самых-самых кто-то сказать а мне вот это я скажу вам не вы же знаете 200 рублей чернок пожалуйста не жалко и это 200 и это вот и единственное что я скажу вам ребята кто сошлется я не буду каталог переделывать там 200 любая ветка вот ветка да это дикая груша ее покупят за всю зиму человек пять вот ну я их заготавливаю штук десять хватает да почему у них потом когда он привед на чего попало когда-то вырастет вот такое дерево как можно быстрее получить урожай и как можно быстрее особенно ну ведь вот возьмите чеку оттуда взялся 150 черенков заказал это не шутки вот здесь уже свите раздавлены это все вода не груши они не просто раздавлены их нет я тут не топтал они не раздавлены они полусъедены что меня всегда удивляет да вот я стараюсь быть наблюдательным давайте у них выедают семена видели вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот именно семена середку наверное что-то в этом есть вот как-то сделайте семян что-то вроде лекарства мне что-то лень просто у меня же их да и тут не собрал сюда на ведер пять вот посмотрите что творится вот сейчас все это съедается живностью якобы тем самым дикость страшность это злобное существо которыми отношения злобные вот это почему я не это не взял грабли почему я не выгреб все до единого плоды вот почему я не выгреб всю траву эту ну скошенную траву листву все это не уничтожил почему не оставил тут голое место то опять напишут надо перекопать еще осенью вот почему этого не делаю потому что здесь полное стопроцентное равновесие абсолютно здоровое дерево заморозить невозможно уничтожить невозможно единственное что я вот это делал не делал рано кольцо это от детей на таком уровне когда работают дети три пять восемь лет которые тут бесятся носятся они спокойно могли оставить свои эти повисли бы их глаза вот здесь вот вот поэтому это все вниз уничтожено но это для дерева не такой уже страшная вещь почему ну хотя бы потому что они сильно уж одно надежное но это я опять перескочил все это будет очередной фильм заканчиваю его вот ой а сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа до свидания друзья а то все не переговорить устаете вы жалуетесь от длинных фильмов ладно получаете 15-минутное пока 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 я не знаю пока пока пока